Это программа область спорта на 47 канале. Наши герои это люди, которые стремятся к победам. Мы расскажем о событиях, которыми насыщена спортивная жизнь Ленинградской области. 15 минут вашего внимания и вы будете знать, кем гордиться и за кого переживать. Водное поло. Кирижские ватерполистки снова на высоте. Художественная гимнастика. Баллы могут снять даже за неправильный взгляд. Баскетбол. Послушник Антониева Дымского монастыря консультирует Тихвинский баскетбольный клуб. А в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области подвели черту по 2016 годам. Итак, Петербург. В спорткомитете Ленинградской области назвали лучших спортсменов и тренеров и вспомнили главные события 2016 года. Среди них, конечно, олимпийские победы. Сразу 8 представителей 47 региона завоевали медали в Рио-де-Жанейро. В декабре прошлого года зарегистрирована Федерация лыжных гонок и достижения инфраструктуры. Впервые Ленобласть принимала этап Кубка Европы по фристайлу. О церемонии подведения итогов года в репортаже Олега Алексашина. Если кто лежал в руках советский спорт совершенно недавно, то из 85 регионов Ленинградская область наша заняла, прошу прощения, даже выше Москвы. 15 место, да? Евгений Николаевич? Седьмое? Седьмое место. Когда такое было, джентльмены? Воодушевление председателя спорткомитета понять можно. 2016 год для спортсменов из Ленинградской области был действительно выдающимся. И те, кого назвали лучшими в регионе, это люди, которые сейчас одни из лучших в мире в своих дисциплинах. Неудивительно, что звание спортсмен года досталось чемпионке России, чемпионке Европы, призеру первенства мира в составе сборной страны по настольному теннису Анастасии Колиш из Подпорожья. 2016 был очень тяжелым для меня и эмоциональным годом. Каждая победа требует жертв. И пришлось очень много, естественно, тренироваться. Ну, я справилась, у меня получилось. Я очень счастлива. А лучшей спортивной федерацией года стала Федерация плавания под руководством Никиты Белоусова. Конкурентов было много. В Ленинградской области работает 75 региональных спортивных объединений. И в прошлом году к ним присоединилось еще одно. Это Федерация лыжных гонок. Из-за бюрократических сложностей раньше такой организации не было. А в спорткомитете обещают поддерживать инициативы по созданию новых спортивных объединений. Общество растет, у молодежи появляются свои предпочтения. Киберспорт, вот, тоже есть такой спорт. Значит, у нас скоро ждем свою федерацию, которая к нам появится. Значит, скоро планируем мероприятие в этом плане. У любого вида спорта, здорового образа жизни, есть свои подвижники, есть свои адепты, есть неравнодушные люди. Ну, что только за двумя руками, лишь бы все это направлялось на здоровление. Подводя итоги 2016 года, Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области традиционно награждает лучших спортсменов, тренеров и организаторов спортивных мероприятий. А, пожалуй, главным событием стало все же вручение ватерполисткам из Кириши почетных званий заслуженных мастеров спорта. Такое событие происходит один раз в жизни каждого спортсмена, вот, и поэтому нам разрешили сегодня здесь присутствовать и самим прочувствовать этот момент. Вот, ну, нам действительно очень приятно здесь находиться. Очень такая уютная атмосфера и событие такое для нас действительно значимое и волнительное. А на следующий день в Киришах ватерполистки уже играли в завершающем матче четвертого тура чемпионата России. Кинев-Сургут-Нефтегаз одержал победу над Югрой. Впрочем, результаты всех матчей говорят о подавляющем преимуществе киришанок. И даже в игре против команды «Динамо-Уралочка», занимающей второе место в турнирной таблице, счет разгромный – 14-6. При этом тренерский штаб дал больше возможностей проявить себя молодым ватерполисткам. В частности, игровую практику получила второй вратарь Дарья Лукина. Ну, естественно, страшно, больше ответственности намного. Хочется как-то не подвести девочек, чтобы они поняли, что не зря меня взяли в команду. Я вообще молодыми доволен. Понимаете? Я вообще молодыми. Они дают паузу основным игрокам. Это очень здорово. Это очень здорово, потому что все время на основных игроках нельзя. Теперь Кинев-Сургут-Нефтегаз готовится к четвертфинальным матчам Евролиги против команды Югра. По просьбе руководства клуба соперника оба матча пройдут в Киришах, хотя изначально ответная игра планировалась в Ханты-Мансийске. И у киришских ватерполисток есть реальный шанс поздравить своих мужчин-болельщиков с Днем Защитника Отечества выходом в Финал Четырех. Это программа «Область спорта» на 47-м канале «Все самое важное из спортивной жизни региона». Скоро в эфире чемпионат Ленинградской области по художественной гимнастике. Расскажем об одном из самых молодых видов спорта. А пока волейбол. Динамо из Соснового Бора в 18-м туре Суперлиги принимала Уфимский Урал. Игра получилась напряженной, зрелищной, но, как признаются сами игроки, ошибок было много. Эффектные эйсы чередовались с досадными потерями очков на подачах. Причем со стороны обеих команд. Мне кажется, что перегорели, очень хотели выиграть. Из-за этого много не получалось, не получалось подавать стабильно, как соперник наш подавал. Потому что, если смотреть по статистике, у них вообще прием идеальнейший, идеальнейший. У нас прием в красной зоне. Своих много ошибок. Подопечные Олега Согрина играли агрессивно, но за динамовцами осталась всего одна партия. Итоговый счет 1-3. Я думаю, большое количество своих ошибок, даже при какой-то более-менее неплохой игре. Очень много их было, к сожалению, не смогли на равных побороться с ними. Наверное, хорошо играл соперник, вынуждал нас ошибаться. Хорошо на подаче они играли, на блоке, поэтому приходилось рисковать. Из-за этого большое количество брака. В верхней части турнирной таблицы волейбольной суперлиги без изменений. Тройка лидеров – Казанский «Зенит», Московская «Динамо» и «Локомотив» из Новосибирска. А «Динамо» из Ленинградской области остается на девятой позиции. Семь побед в копилке сосновоборцев гарантируют место выше, чем у «Югры» и «Енисея». У них по шесть выигрышей. Теперь едем в Отрадное. Чемпионаты первенства Ленинградской области по художественной гимнастике собрали участниц от 6 до 16 лет. О том, что стоит за грациозностью и легкими движениями, в сюжете нашего корреспондента Лидии Демиденко. Спортивное событие такого плана в Ленинградской области не редкость. Соревнования по художественной гимнастике проводятся регулярно. Однако мероприятие этого года имеет свои отличительные черты. Три мероприятия в одном. Это чемпионат Ленинградской области, это первенство Ленинградской области и спартакеят участников Ленинградской области по групповым упражнениям. Соревнования, скажем так, немаловажные, отборочные во всех ипостасиях своих являются. Чемпионат мы проводим с целью отбора ведущих наших гимнасток к чемпионату Северо-Западного федерального округа. Девчонки, которые участвуют в первенстве, они свой первенство Северо-Запада прошли буквально недавно. На ковер вышло более 50 участниц. От самых юных, которым нет еще и 10 лет, до кандидаток в мастера спорта. Самые маленькие гимнастки в силу своего возраста и навыков выступали зачастую без предметов. А вот спортсменки постарше демонстрировали мастерское владение булавами, обручем, мячом и лентой. Чтобы добиться успеха в художественной гимнастике, начинать заниматься необходимо как можно раньше, в возрасте 3-4 лет. Однако и у этого правила есть свои исключения. Саша Конакова пришла в гимнастику непростительно поздно, в 6 лет. А уже к 11 годам у нее был первый взрослый разряд. Я ее привела в 5 лет, показать, что это такое. Она категорически отказалась, сказала, нет, я не буду. Потом, после лета, прошло лето, и вдруг она захотела заниматься гимнастикой. В 6 лет сама привела меня сюда, я хочу. К гимнасткам у судей жесткие требования, и возраст здесь не играет никакой роли. Вышла на ковер, выкладывайся на все 100. Снять баллы могут не только за неправильно выполненный элемент. Даже направление взгляда или поворот головы учитывается. Но сами спортсменки оценивают себя гораздо строже. Я в целом результатом не очень довольна своим. Но есть еще над чем работать. Сейчас мы готовимся к чемпионату Северо-Западного федерального округа. И продолжаем интенсивно исправлять ошибки свои и улучшать результаты. Через несколько минут расскажем о необычном основателе баскетбольного клуба в Тихвине. А сейчас о том, что происходит со спортсменами из Ленинградской области и в других странах. Футбольный клуб Тосна в товарищеском матче переиграл со счетом 2-0 команду Алашкерт, действующего чемпиона Армении. Голы в активе Артема Милевского и Александра Кутина. Победу подопечные Дмитрия Парфенова праздновали на втором учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке, который продлится до 11 февраля. Также утверждена дата матча 1-4 финала Кубка России. 1 марта Тоснинцы сыграют в гостях против московского локомотива. Кстати, новичок команды из Ленинградской области, 25-летний защитник Арсений Логашов, еще недавно выступал как раз за железнодорожников. На шестом этапе Кубка IBU в Словакии Дмитрий Малышко занял третье место в спринте и десятое в гонке преследования. Вновь уроженцы Ленинградской области подвела стрельба. Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене уже опубликован. Фамилия Малышко в нем присутствует, но пока неизвестно, будет ли он в основе. Воспитанник школы Олимпийского резерва фаворит Егор Гужиев в составе сборной России занял третье место на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию. В финском Эспо наши шпажисты последовательно победили сборные Турции, Чехии и Швейцарии, но в полуфинале уступили итальянцам, а во встрече за бронзу россияне не оставили шансов сборной Франции 45-28. А мы отправляемся в город Тихвин. Наша съемочная группа познакомилась с одним из послушников Антониева Дымского монастыря. Бывший спортсмен, он совмещает службу и тренировки баскетбольного клуба, который сам же и основал. Как у него это получается, выяснила наш корреспондент Анна Кружалова. Вначале организовали секцию в 1993 году и брали в эту секцию мальчишек, тех, которые совершали преступления, которые не были заняты ничем. Поэтому мы пытались отвлечь их с улицы, развлечь в них интерес к спорту и через этот спорт, уже когда у ребенка есть интерес, через интерес влиять на воспитание детей. В 90-е Алексей Бурянин работал инспектором по делам несовершеннолетних и по совместительству учителем физкультуры в одной из Тихвинских общеобразовательных школ. После экскурсии на гору Афон он понял, что свяжет свою жизнь с религией и начал служить в православной церкви. А 10 лет назад стал послушником Антониева Дымского монастыря. И вот один из старцев на Афоне, в монастыре Каракал, он и благословил меня, чтобы я шел, учился и сам окормлял этих мальчишек. Раз, два, три, поворот. Нет. Ноги поворачивай, а плечи на меня. Раз, два, на меня смотрим. Раз, два, Макар, на меня, вот боком встал. Все это время спорт оставался частью жизни Алексея Бурянина. В 1997 году он основал баскетбольный клуб «Ястреб», через который прошло уже более тысячи детей. Сейчас Алексей в основном консультирует, а в роли главного тренера выступает его дочь Светлана. У меня не было карьеры баскетболиста, у меня нет каких-то высоких успехов, достижений, да, скажем так, кроме каких-то школьных, университетских там игр. Вот. А у него, например, наоборот, турниры, первенства России, все. И вот он приходит, например, показывает пару упражнений, и они все делают, что чего я, ну, как бы я от него хотела добиться. 30 юношей и девушек из Тихлина, в том числе трудных подростков, тренируются в команде и развиваются духовно. Свободного времени у Алексея немного, но он успевает пообщаться с детьми и вне тренировок. Приходим на молебен в воскресенье в 2 часа дня. Стоим молебен, потом идем, пьем чай, составляем диалог, беседуем друг с другом, потом идем домой. Одна из особенностей клуба «Ястреб» – его открытость. Сюда принимают даже детей, которых по состоянию здоровья не берут в другие баскетбольные секции. Был у нас такой случай, когда мальчишка Вася Кирюшин пришел, он получал мяч, поворачивался и падал. То есть координация была такая, на нуле. А мальчишки его не хотели брать в команду, он сидел больше на скамейке сидел. Но вот его упорство, которое вот он сформировал себе на начальном этапе, он работал, работал. И уже через 6 лет занятий, когда в 11 классе поехали на соревнования, он был на первенстве области одним из лучших. Своего зала у клуба нет. Тренируются баскетболисты в двух общеобразовательных школах Тихвина. Несмотря на сложное материальное положение, «Ястреб» – один из сильнейших клубов Ленинградской области. Например, команда 2001 года рождения – уже трехкратные чемпионы 47-го региона. Кроме того, клуб участвует и в межрегиональных соревнованиях. Мы ездили три года в Анапу на первенство России. Много раз ездили на первенство области по баскетболу. По 2001 году всегда занимали первое место. Ускорение, ускорение, Гриша, на перегон. По хлопку получаем. Взрослые мужчины, бывшие латую ученики, в свободное время приходят и вместо стакана берут мяч и идут играть. И заводят других мальчишек, играют с ним на сорте. То понимаешь, что те годы, потраченные на них, это были годы не зря. Пришло время говорить вам «до свидания». Мы рассказали вам о событиях, которыми насыщена спортивная жизнь Ленинградской области. И о людях, которые стремятся к победам. Это, в частности, чемпионка Европы по настольному теннису из-под порожья Анастасия Колеш, победительница чемпионата области по художественной гимнастике Мария Остопченя и основатель Тихвинского баскетбольного клуба «Ястреб» Алексей Бурянин. До встречи через неделю на 47-м канале в области спорта.